здравствуйте друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая время еще только 11 утра я представьте себе уже с самого утра затопила баню и уже успела даже ополоснуться но после обеда еще немножечко дров подкинул чтобы уже вечером по-хорошему намыться поэтому у меня сейчас голова и так вы мало без без бальзама и у меня все вот так вот все волосы я даже не знаю чем их пригладить у меня бабушка раньше в таком случае знаете как спасала волосы они же всегда мне были пышные когда отрастали на очень не любила чтобы у меня волосы были длинные все время стригла у меня даже как-то вам показывала фотографию где такая стою худенькая в платьишке грустная такая да и у меня такая стрижка наверное такая же и сейчас так и осталось все с детства она спасала она брала глицерин покупала раньше он продавался по моему стеклянных баночках с чем-то она его разбавляла вот так слегка делала на ладошке и вот так вот учила меня вот так глицерином волосы спасать не знаю почему откуда она взяла такое средство не знаю где она это вычитала но в общем-то раньше знаете не интернетов не рецептов тебе может в телевизоре увидела если нет глицерина то обычный крем для рук ну обычный крем также слегка смазывать руки чтобы не было жирное и тоже вот так вот волосы кстати очень помогало как и сейчас например какой-то воск наносят да на голову вот и мне надо было сделать сейчас тоже самое но я не буду потому что мне еще вечером идти в баню по-хорошему и я еще потом пойду наверное с вами поговорю и пойду на улицу я бы с удовольствием бы записала бы сейчас видео с улицы села бы там на верандочку и разговаривала но во первых уже который день очень сильный ветер он просто будет задувать будет у меня микрофон крутой да тогда уже посторонних шумов будет не будет слышно и это я буду уже пробовать говорить а вы уже потом будете мне писать как вам вот во первых очень очень сильный ветер а во вторых косят люди косят а спать охота потому что встала рано уснула поздно сегодня среда и завтра уже я выезжаю не нужно без я бы выехал бы наверно бы сегодня друзья но сегодня я еще хочу после обеда может быть кустиков посажала сейчас мне хочется рассказать вам дальше свою историю продолжение своей юности уже детство уже закончилась для меня после сдачи экзаменов все закончился такой этап жизни закончено восемь классов закончила я почти с отличиями он говорила да как я сдавала экзамена как готовилась как прошел выпускной что поменялось как-то очень быстро события шли и в отношении одноклассников и мысли у меня были такие что да наконец-то наверное будет все по-другому я уже буду можем взрослее мы уже общаемся по-другому же появляются какие-то тайны дал какие-то может быть темы слегка запретные все равно еще были такие скромные до его единицы дружили с мальчиками единицы и не скрывали этого я вам тоже рассказывала дружили да уж там не будем что-то себе домысливать в общем я работала в это лето потому что мне мама сказала что надо еще поработать и она мне много говорила о том что надо идти дальше учиться но сначала это у нее были как будто бы намеки на которые или какие-то разговоры даже на которые я вообще внимания не обращала как моя жизнь шла я ходила на работу я работала нянечка в детском саду я помогала ей с галей со своей сестренкой гошенька был какие-то домашние дела потом вечерами мы еще мне еще разрешалось гулять например с моей вот подругой с которой мы сдружились после того как лена уехала в калининград но в общем-то жизнь нормальная была мама жила тогда я вам говорила да с отчимом с отцом гали все вроде бы шло нормально никаких серьезных стрясок таких вот не было чтобы совсем как это раньше было при калинине да я вам уже рассказала уже знаете что это не мой отец но я как-то эту тему детство что вы хотите детский разум он другой ты не будешь долго переживать да тем более переживать из-за того что он оказался не твоим отцом столько боли мне причинил до меня по сути я так поняла что из-за него вечно меня гнали из дома да потому что я там была лишняя очень была рада что жизнь перевернулась я узнала правду и что этот человек вообще не мой отец я была очень даже рада мне нравилось ходить на работу мне нравилось узнавать что-то новое мне нравилось быть в коллективе взрослых людей но мне тогда они казались очень взрослыми воспитатели товара например там да или другие нянечки сестры но я работала в нескольких детских садах но мне нравилось и меня никто не выгонял от этих взрослых разговоров да при мне многое говорилось вообще о семейной жизни например о детях ну общение конечно но никто не говорил там ничего плохого какие то вот такие хорошие разговоры как мы сейчас говорим позитивные да от которых прибавляется настроение вообще жить хочется а дома дома тоже все гладко я приходила с работы в свою любимую квартиру в свой любимый дом я очень любила вечера когда например мама уходила на смену к мужу галеному папе не работали в одной организации мама уже тоже стала работать на станции водозабор я вам говорила до водозабор это где идет забор воды лаборанты где это вся вода очень неважно в общем станция как у нас здесь например в архангельске огромная станция так и там тоже в общем-то и не маленькая она уходила к нему на смены я оставалась дома одна смотрела за братом смотрела за сестренкой когда она засыпала я старалась для мамы сделать максимально что-то сделать по дому порядок навести нам посуду чтобы все было чистенько выглажено белье другая началась жизнь для меня и у меня в мечтах было то что я пойду в 10 класс в 9 класс и пойду в 10 я потом поступлю в институт и очень обо всем я об этом думала недолго думала недолго а так вот вечера как для меня проходили до когда все я дома приберу потом приходила например мама она не оставалась там него на ночь нельзя находила ему ужинать несет там поговорить они там станция на берегу реки где-то по берегу погуляют бывало что на мотоцикле и белье например увезет там полоскать чтобы ей не ходить например на на речку не таскать по этим крутым лестницам корзины например у него нужен да какое-то время можно отлучиться к пене даже не такая большая как архангельск раньше она была большая но все равно от станции недалеко он приезжал на мотоцикле они корзины в этот мотоцикл настроение у них хорошее все это дома вынесено убрано мне осталось например только обтереть все что была чистота и вот она там уезжала белье полоскать потом он ее привозил мама это белье развешивала в общем все вы понимаете настолько жизнь изменилась настолько вот все другими красками играл я раньше такого выражения тоже как бы не знала да жизнь заиграла другими красками на самом деле все все виделось по-другому вот все по-другому вы знаете даже вот квартира была другой я такое же чувство испытала когда развелась своим мужем тоже видишь все по-другому все другими красками и дети также видят до для которых тяжело вот видеть вот эту обстановку насчет бабушки бабушка конечно писала что отправляй и рука мне а пусть она у меня учится ей там не дело жить она взрослеет но бабушка на своей волне как всегда у нее какие-то вечные были подозрения насчет отчима но и она была по-своему права она опасалась за меня потому что вы знаете где она работала вы знаете да какие случаи я вам рассказывала бывали в новомичуринске конечно она за меня опасалась у матери насчет меня были другие планы чтобы ехать к бабушке я не хотела я говорю честно что я не хотела туда ехать я даже она говорит если ты не будешь медсестрой пойдешь там продавцом я вообще не медсестрой я вообще даже в голову не приходила быть медсестрой в детстве может в больницу мы и играли да ну чтобы быть медсестрой а потом еще и врачом я схеме это и едва едва да на четверку я конечно могла там все это заучить вызубрить но это же надо понимать химия была химия биология то все равно же там нужно знать да если я не ошибаюсь медсестра там все же нужно знать верно латынь потом изучать в общем что тут говорить в общем я не хотела ни в какую быть медсестрой нет продавец продавец тоже в детстве да тоже можно поиграть нет никакой не продавец я хотела дальше двигаться я я хотела быть я хотела выходить утром на работу одетой в костюм одетой строгую юбку раньше учителя не ходили в брюках мы по крайней от пенигейли в новом и чуринске я не видела брючные костюмы да это уже может быть потом было я хотела всегда быть белой блузки я хотела чтобы были дети но вот у меня учительствование да вот именно начальных классов мне хотелось не даже взрослых учеников или какой-то предмет я не не рассматривала у меня была мечта или детский сад я почему шла с удовольствием на работу в детский сад потому что дети вот эта обстановка детская да когда с ними можно играть когда их можно собрать в кружок им что-то почитать или поиграть с ними на улице но вот вот это вот атмосфера до чтобы что-то другое вот я снова да снова разворачиваю эту тему и вот бабушка писала но я смотрю что мама меня не хочет отправлять я так вздохнула ну и слава богу я говорю что она начинала поговаривать что надо учиться дальше вот сейчас бы ты бы работала бы продавцом как бы было бы здорово потому что дефицит он всегда остается дефицитом не важно там завезли нам с выгрузкой этот товар какой-то дефицит он и в африке дефицит друзья а мама у меня стремилась жить лучше хотелось конечно да я понимаю что всем хотелось на столе иметь и колбаску и дорогие конфеты ну вообще в пенниге вот такого вот дефицита как такового я одну я не помню я его не ощущала единственным дефицитом воды было вареная копченая колбаса мясо было всегда масло было всегда конфеты дорогая консервация вот это болгарская консервация это алыча слива огурчики например да я вам скажу что в те времена редко у кого-то можно было прийти и поесть своих огурцов потому что не было столько теплиц например как сейчас почему не знаю ну во первых вот таких вот теплиц не было да а кто умел строить но то это было что-то вы даже пить и ира не было теплицы это уже потом когда я уже на через несколько лет уже приехала да я уже начала замечать что кто-то где-то делает какие-то теплички не было такой покупали вот эти огурцы мы прибыли конечно огурцы в трехлитровых банках но они были такие страшненькие такие огурчики привозили например в детский сад и были большие огурчики такие солененькие давали детям с картошкой с пюре это прекрасно помню 2 ли в больницах например да там я вам говорила например что мама быть она какое-то время работала в больнице поваром и заодно и кухонные кухонным работником и какие блины пекла и какие она готовила там обеды с помощницей это было очень вкусные пюре с соленым огурчиком тоже было пальчики оближешь вот а к чему я а ну вот да к чему это я к тому что хотелось дефицитного какого-то товара понимаете маме например хотелось одежды какой-то до дефицит потому что много было в дефиците но тот же хорсталь дефицит зеленый горошек даже такой дорогой в комиссионных магазинах он продавался невыцененных именно комиссионные были такие полки где было подороже даже там он продавался очень редко зеленый горошек ну вообще много было вспомните сколько много было дефицита тогда это еще можно было купить где-то в архангельске выкидывали иногда на полке других городах а мы вообще были к нам вообще доступ был только самолетом или выгрузкой зимняя дорога была такая ужасная и не наверно часов десять по ней можно было ехать частники ездили кое-как с риском для жизни ну и что-то там привозили если что-то удавалось где-то урвать у меня у мама была такая идея фикс сделать меня продавцом я вообще внимания не обращала вот на эти ее разговоры как-то даже не думалось тем более что как-то мы шли с ней куда-то не помню и ей встретилась не классная руководительница а по моему учительница русского и литературы она жила с нами по соседству коля кстати ее разок видела вам рассказывала она приколе говорила о том как я училась у нее какой ученицей я была вот отклинусь коли не даст соврать я уж рассказывала то постоянные зрители помнят по моему тогда ее встретили и я отошла в сторонку и они долго разговаривали я помню что нас с ней разговаривала очень серьезно я не виду учительницу но по моему она была потому что классная руководительница у нас была такая ну поедет учиться дальше и поедет но и как-то было все равно а были учителя которые вот за учеников то не отпускали их старались чтобы из них вот что-то было к чему-то они стремились я помню что мама была очень недовольна и даже у меня как-то она выругала почему я говорил о том что я не хочу как-то вот сейчас учиться дальше но я не знаю я конечно почувствовала какой-то страх у себя виноваты да может быть я где-то и ляпнула что я хочу дальше учиться и никакими не продавцами и медсестрами я быть не буду но ребенок может все что угодно сказать да если ему задали вопрос едешь дальше куда-то учиться конечно я бы сказала но я сказал этот момент нет даже не думаю вот видимо мама не сказала о своих планах либо она уже заранее с директором школы поговорила я не знаю когда она успела сходить забрать мои документы из школы и в один прекрасный день это было наверно после работы потому что я помню что это было дело вечером а когда мать со мной хотела серьезно поговорить она делала такое лицо как будто я такое натворила я на нее смотрела я начинала вот мне даже сейчас обнимаете вот взгляд у нее был я начинала сжиматься что-то я сделала что что я сделала не так чтобы за что-то меня вот было можно поругать я помню что она достала вот газету и вот мне сказала что вот я посмотрела объявление где можно тебе учиться дальше но это будет не техникум в архангельске например да потому что просто стипендия я посмотрела есть в каргопле такое училище где ты будешь на полном довольстве учить училище с гособеспечением то есть мне не надо будет тебе высылать деньги у меня и так денег нет там ты будешь накормлена напоена и даже одета там был перечень того что выдается нижнее белье надо верхняя одежда какие-то носки сапоги ну и питание три раза в день тогда нашла такое объявление первый раз услышала город каргопель я конечно ей возражала начала возражать что мама я хочу дальше учиться я как-то осмелела тогда даже я сказала что я я не хочу продавцом быть как я поеду туда буду каким-то продавцом я даже так и сказала я не я стремилась учиться я не говорю что профессия продавец это плохо и я не думала тогда что это плохо у меня как-то так вырвалась у меня вообще не волновало что какие-то могут быть дефициты до что до продавец тогда продавец то время это был человек который знаешь с ним дружить с продавцом это очень даже было вообще классно я вам помните рассказывала что когда там приезжал вот сархангельска друг помните страшной ситуации я рассказала вам когда друг отца привез еще одного друга и вот друг отца он как раз вот женщина встречался она была продавцом там где-то или может чуть повыше заведующий какой-то конечно дружба с продавцом это считалось да ты будешь какие-то дефицит и тебе естественно твоя подруга поможет там или друг когда который имеет отношение к другому меня это не волновало вообще не не надо было этих дефицит он сначала я конечно возражала упорно сначала мать это значит перетерпела это все мои возражения на этом разговор был закончен я была уверена что я смогу маму переубедить как-то я даже всерьез не восприняла но когда уже начались напрямую разговоры что я буду брать с собой когда я уже видела что мать собирает какие-то вещи и вот достала значит какую-то тут кофточку новую что как раз вот ее там с собой возьмешь вот тебе вот мой свитерок который ну вот он мне мать у меня полный на то время не было простите мать полный на то время не было я была очень худенькая вот она говорит пор должно должен быть этот свитерок он давно лежит ну как-то такой симпатичный я вижу что она уже собирает нижние какое-то белье она собирает достала бюстгальтеры которые ей уже маленькие нулевой размер такие маленькие хорошие хлопчатобумажные вот выбирай там какие тебе надо обычно мама на эту тему вообще не разговаривала ну там нижнее белье как-то это такая тема была не то чтобы запретная да надо было завуалированно говорить да нельзя было произносить даже слово бюстгальтер и нельзя было его там то есть вот ты там нижнее свое собрала собрала все нельзя было произносить слова там трусы лифчик или еще что-то и вот и тут она передо мной вот вытаскивает свое богатство но они были такие хорошенькие практически новые может быть когда-то носила до до рождения детей в общем да неважно и в общем она мне вот это собирай вот это вот даже сходи по мере как она тебе будет вот какие-то пойдем новые вещи купим тебе нужна новая обувь и я тогда поняла что сутро трендец короче ничего не получится из моих фантазий я когда-то вспоминаю я такие паузы у меня да я делаю не специально не отдыхание не хватает от этих воспоминаний но я вам вот это рассказываю да и так как мы закрываем тему за темой и я в общем то и стараюсь больше не вспоминать памяти останется всегда что не говорит мне все равно заново вот я заново вместе сам переживая конечно тяжело когда я начинала уже я уже вижу что она уже все уже готовится меня уже отправить я я даже плакала и я помню что был какой-то день когда я вообще постоянно была в слезах и я помню даже за меня галин отец иступился и сказал что ну чё ты ее гонишь но не хочет она ехать туда учиться ну вот чё ты ее гонишь ну пусть она учится здесь детка учится хорошо но выучиться потом еще два года чем ее там не прокормим что ли был очень жесткий ему ответ дан и даже по моему был такой какой-то вот знаете с каким-то намеком что он заткнулся вообще и даже потом со мной не разговаривал именно он именно заткнулся вот не то что там ты заткнись там нахрен все такое да а именно вот он замолчал и даже со мной не разговаривал понимаете вот видимо так на него повлиял вот этот материн окрики вот эти вот какие-то вот намеки может быть да прозвучали в ее голосе я-то их почувствовала он наверное еще сильнее почувствовал поэтому а где она будет жить еще был такой а где ты будешь жить вот она мне так сказала где ты будешь жить у меня гоша у меня галя мы с дядей вовой ты-то где будешь жить я не знаю ребенку да такой вопрос задают ребенку еще в общем то ладно я был там где-то бы пожила уже да может выучилась или например там позвонила бы сказала я не могу с мужем жить я приеду с детьми тогда может быть я бы не удивилась этому вопросу да ты уехала ты свою жизнь уже сделала и ты едешь сюда где ты будешь жить и на что вот тогда да а когда ты еще в семье в общем то да я считала что я еще в семье я имею право на то что где я жил почему я не могу иметь право галя имеет право гоша имеет право даже вот этот дяденька чужой который пришел он-то имеет право здесь жить а я-то почему не имею право здесь жить и для меня этот вопрос узнает как делать молотком в лоб далее а на что я тебя буду кормить а после этих слов понимаете даже как-то и не хотелось даже и за стол идти и вот я потом поняла что бесполезно и когда вот эти мои слезы и уговоры и когда на меня вот этот вот был знаете шквал вот таких вопросов где жить на что кормить на что одевать на что обеспечивать у меня еще еще двое детей все ты уже но мне не 18 лет чтобы меня из дома гнать да в общем то и даже не 16 я поняла что бесполезно потому что разговор был такой на громких тонах со злостью с этим взглядом я поняла что бесполезно бесполезно я здесь не смогу дальше учиться но наверное так все таки как-то я была таким человеком которая при которой таким ребенком такой девушка я уже до становилась девушкой я наверно была такой что больше как-то к позитиву да наверно все дети так я начала думать ну хорошо я уеду из дома и будет у меня другая жизнь будет у меня другие знакомые мне очень жаль жаль было терять своих друзей которых я начинала здесь обретать мне очень было больно от того что все это прямо вот так вот раз отрезалась отрежется на раз вы знаете как кусок масла и все и ничего больше не будет я начала думать что наверное мне там будут лучше и я буду учиться в этом училище в другом городе я про этот город не слышал ни разу даже не знал что он очень много цепей что город такой красивый и уютный я потом очень сильно полюбил этот город ну вот как-то я начала готовиться к поездке я поговорила вот со своей подругой с которой уже вот много разговаривали общаясь на вид очень жаль что ты уедешь не не с кем даже будет поделиться то что у меня сейчас на душе она продолжала любить своей детской любовью того мальчика и не знала как отказаться от дружбы с другим мальчиком не знала как его от себя отодвинуть чтобы он не обиделся в общем все детские детская любовь детские переживания мы с ней вечерами гуляли мать разрешала мне гулять так как я скоро уеду но она не то чтобы все время меня в заперти но я как-то что мама могут пойдем станет погуляем идите погуляйте только к определенному времени будь дома я начинала привыкать к тому что скоро я уеду я пережила это даже я не знаю как сказать многие дети уезжали когда из дома но можно было ведь с другим настроением уехать да не смысле что тебя отправили учиться из-за того что ты дома лишняя хорошо ну выучусь я эти три года но приеду я тебе эти дефициты зарабатывать а жить то я где буду а кто мне квартиру даст а тогда я буду нужна со своими дефицитами да а дефицит это достаются не так сразу ты приехала тебя взяли в магазин да и давай дефицит грести как мама думала ага привезли там что-то дефицитное разделили все не так все это просто делалось мы по крайней мере вот как я потом узнала тоже об этом поговорим вот она как-то смотрела на это да ага ты поехала выучилась ну конечно мы не знали что будет такие изменения у нас тогда еще до ссср что будет такое мы понятия не имели что что-то изменится она думала что эти три года очень быстро пройдут я приеду и засыплю ее тем чем другие не засыпаны и она будет ходить и гордиться тем что у него вот есть а у кого-то нет а жить то я где будет потом то я буду нужно со своими дефицитами конечно я могла конечно я постаралась в себе унять вот эту вот боль то что от меня избавляются но я тогда подумала что хорошо училище поработаю буду учиться дальше заочно и чтобы с мамой как-то вот наладить вот перейти снова в хорошее отношение я вижу что у нее настроение поднялось это газетка лежит с этим объявлением там да это все она довольная вещи собираются я говорю мама я ведь наверное потом могу ведь дальше учиться да я же просто училище закончу я наверно смогу она конечно конечно ты будешь работать и учиться заочно в общем такие вот были планы вот такое у меня было лето вот таким образом я уехала учиться на продавца видео наверное будет длинным пишите кому интересно что было дальше а я еще раз да говорю что эти видео когда-то я пересмотрю может быть может быть когда-то я сделаю это в печатном варианте посмотрим кто его знает какие будут зимние вечера вот так друзья попрощаюсь пока с вами до следующего видео